Венчурный акселератор – это сервисная компания, оказывающая помощь начинающим предприятиям. В данном случае курс бесплатного обучения по основам предпринимательства пройдут подростки. Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между заместителем главы города Сочи Ириной Романец и основателем проекта «Венчурный акселератор» инвестором Александром Румянцевым. Это новый рынок, который мы хотим осваивать. Объяснить ребятам, что на этом рынке тоже можно зарабатывать. И для этого не нужно каких-то суперзнаний. Даже с учетом того, что технологии продвинутся очень сильно вперед, им не нужны навыки программирования. Инициатором проекта в Сочи выступил Андрей Тамбовцев. Организатор проекта «Море идей» уверен, что «Венчурный акселератор» интересен курорту не только с коммерческой точки зрения, но и социальной. Сочи в этом смысле может стать некой точкой развития, где кроме туризма, традиционного, как главного импульса в экономике города Сочи, появится еще образование, которое будет привлекать айтишников, выращивать наших айтишников здесь в городе Сочи. Это даст большой, серьезный стимул для роста экономики. Создавать сайты и приложения – вот чему учит этот образовательный курс. Зарегистрировавшись на сайте, который вы видите на экране, можно изучить определенный конструктор и правила по созданию своего контента и его дальнейшей монетизации. Возрастного барьера в обучении нет, «Венчурный акселератор» бесплатный. Но только школьники смогут, предложив свою идею, получить приз, в итоге претендовать на финансовую поддержку от инвестора и, возможно, стать айти-предпринимателем. До конца недели 5000 человек пройдут через лекции и Александра Румянцева, и разработчика программы, и она известна сегодня всему миру, «Лингва Лео». Вот сегодня такого уровня разработчики будут читать мастер-классы для наших детей. И, безусловно, этот проект с индикативными показателями, то есть он направлен на конкретный результат. Сегодня в 8-й гимназии прошла вводная лекция с участием основателя и директора проекта «Венчурный акселератор», а также с молодыми предпринимателями, которые, даже будучи несовершеннолетними, возглавили свою компанию и продвинули идеи в мир. Среди таких умельцев – Исоченко Елена Куляева. В свои 15 лет она закончила экстерном школу, учится в университете, создала свой образовательный проект по мнемотехнике, технологии быстрого запоминания информации, и сейчас хочет развить свой бизнес. «Венчурный акселератор поможет мне понять, как привлекать деньги к этому проекту. Сейчас я зарабатываю от 20 до 50 тысяч рублей в месяц. Онлайн – это больше людей, это больше денег, это, конечно, качественные какие-то продукты, контент. И «Венчурный акселератор» поможет мне сделать эту идею, этот образовательный проект в большой проект, в движение по всему миру». Онлайн-лекции длятся 36 дней, все это время участники проекта будут выполнять технические задания, просматривать обучающие ролики под руководством наставников-профессионалов. 1 декабря инвестор определит лучших и дальше будет работать с ними по продвижению идеи в реальности и привлечению инвестиций до 500 тысяч рублей. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.